И, кстати говоря, посмотрите, смеситель смотрится как будто бы светильничек. Эта раковина представляет интерес, потому что она... Не могу пройти мимо интересного решения. Новая тенденция – отдельные блоки. Самый компактный унитаз. Интерес представляет вот эта полочка. Я вам показываю сегодня новинки разных производителей и, на самом деле, в принципе, то, что можно купить будет в России. Снимаю я на выставке в Италии, но это все доступно в салонах России, в Москве и Санкт-Петербурге. Элитная сантехника компании «Фалпер». К 2022 году компания «Фалпер» подготовила новую коллекцию, которая выполнена по дизайну болгарского дизайнера Васильева Виктора, который, кстати говоря, учился в Санкт-Петербурге и проживал некоторое время в Санкт-Петербурге. Вот здесь все плавные линии и вот таким образом выполнен слив. И, кстати говоря, посмотрите, смеситель смотрится, как будто бы светильничек поставили над раковиной. Интересное решение для ванных комнат, которое можно использовать и как гардеробные. Вот такие шкафчики. В данном случае шкафчик заглубили внутрь стены, здесь он немного торчит, а здесь глубина достаточная, ну, сантиметров сорок, если вы хотите что-то компактное. С напылением серого цвета стекло, металлической раме, ручка, посмотрите, вот прямо вот здесь вот немножко она как бы обозначена, да, здесь просто профиль, а здесь можно прихватить и вот так вот открыть. И обратите внимание, что вот на экспозиции я увидела, что есть зазоры технологические, возможно, у вас на объекте они тоже будут, не надо их бояться. Если, конечно, вам не понравится, то мы их закроем специальными такими планками, но мне кажется, такой вариант тоже возможен. Вот посмотрите, как это выглядит, может быть, вы согласитесь с таким решением. Также в центральной части, например, где тут она открывается, вот, размещаются выдвижные ящички, которые на небольшую глубину, и здесь органайзеры есть тоже, где вы можете хранить свои любимые часы, которые, наверное, более дорогие, чем мои. Полочки с подсветкой идет в боковине, вот немножко хлопают, тут вот нет этого мягкого закрывания, не предусмотрено. Ну, и здесь точно так же все это сделано в отделке шпона. Эта раковина представляет интерес, потому что она выполнена вот в таком коричневом шоколадном цвете. Здесь предусмотрено не только для воды слива места, но еще полочки. Здесь вы можете поставить какие-то, не знаю, там, мыльницу, какие-то там зубные щетки, управление вот этого светильника как бы другим светильником. Я буду называть так, как я это вижу. И здесь вот можно сделать, прочистить, как вот этот слив, при этом все это все закрыто. Ну, и с различными органайзерами, опять же, под столешницей ящики, которые выполнены, опять же, так же аккуратно, под 45. Открываются они с помощью нажатия, а не захвата внутрь. Вот такая композиция. Интересная ванна в коричневом шоколадном таком цвете. Она была еще и в белом. Говорят, что очень удобно. Я здесь, наверное, экспериментировать не буду. Эти шкафчики для ванной комнаты, для гостиной, где можно хранить и возможные аксессуары. Глубина здесь небольшая. Полочки стеклянные в металлической раме. Также идет подсветка в боковых стенках. Здесь уже не шпон, а, ну, как я называю, лак, либо эмаль, многие говорят. Вот такие шкафчики. Также здесь композиция, видите, везде либо овалы, либо круги. Достаточно все современное. И вот такие отдельно стоящие раковины. Вот это может быть в разном свете сделано. Это мрамор зеленый. Очень симпатично. В этой части находится, это новая тенденция, отдельные блоки. Вот так вот, они не соединены между собой. Одна раковина как бетон, вторая раковина бетон и шкафчик для хранения каких-то нужных аксессуаров. Не могу пройти мимо интересного решения. Смотрите, есть островные не только кухни, но еще и раковины. И тогда вопрос, как обстоят дела с зеркалом. Оказывается, все легко и просто. Это зеркало можно поставить вот так на столешницу и любоваться красотой неописуемой. Или вот, например, тоже решение, которое мне показалось интересным. Две раковины и зеркала сбоку. Почему нет? Цветная сантехника. Посмотрите, на черном фоне, голубого или небесного, как мне сказали, цвета, размещены как бы сами чаши, столешница. И в золоте вот такие смесители. Еще в нижней части находятся полочки для полотенец, например. А это унитаз Ибиде. Унитаз Ибиде. Все цветовые решения сантехники, которые на сегодняшний день на рынке одной из фабрик присутствуют. Да, это вот под камень. Соответственно, цвета по-прежнему в моде. Простые лаконичные формы в моде. И вот здесь мне понравилось то, что это, например, столешница для раковины, а это, собственно, косметический столик. Другой вопрос, что вот в виде очков такие зеркала, вы всяко расположены на это, если вы любите краситься стоя, у меня, кстати, есть такие клиентки, то это вот хорошее тоже решение. Здесь с деревянной столешницей. Везде, я смотрю, такие латунные смесители. Это для любителей розового или лососевого цвета. Ну, скорее, это, кстати, розовый, действительно, они лососевый. Здравствуйте. Вот, пожалуйста, в голубую лагуну мы попали. Посмотрите, как симпатично сочетается такой бирюзовый цвет с терракотом, природным оттенком. Ну, а здесь вообще все природные оттенки. Здесь не заморочились по поводу плитки. Мне кажется, какие-то обои, может быть, экспозиционные наклеили. Но вы, наверное, помните, что я использую в своих проектах, например, обои, которые можно клеить во влажной зоне, даже где есть прямое попадание влаги. Интересное для гостевого санузла решение на тонких ножках черных, чаша какого-нибудь цвета, в данном случае мятного. И вот такая полочка. Сюда можно еще поставить, наверное, не знаю, мыльницу или еще что-то, даже в компактном санузле. Там были раковины представлены в вариантах отделки камня. А здесь просто цвета. Там тут и желтый, очень богатый выбор цвета. И светло-желтый, и ярко-желтый, и розовый, и голубой, и зеленый. В общем, все-все-все, что вам может понравиться. Еще один вариант решения с раковиной в виде терраццо. Да, вот терраццо было очень в моде. Ну, мне раковина сами терраццо не очень нравится. Мне, скорее, плитка такая нравится. Ну и решение вот зеркала с полочкой. Мне кажется, оно неплохое решение. Обратите внимание на этот унитаз. 43 сантиметра. В среднем я беру в проекте 56 сантиметров. Они плюс-минус 58-56. А вот это 43. Самый компактный унитаз. Его можно поставить даже в самый маленький санузел. Чаще всего берут в гостевые. Можно в детские, мне кажется, тоже взять. Опять же, я вам показываю на выставке в Италии то, что может быть доступно в России. Когда вы комплектуете свою ванную комнату со своим любимым дизайнером интерьера или делаете это самостоятельно со своим любимым мужем или любимой женой, обратите внимание на то, что вместе с сантехникой имеет смысл заказать сразу аксессуары, которые полностью решат вопрос по подаче вашего интерьера. Вот такая фабрика декора Волтер представляет. И изделия в современном, например, дизайне, современными формами. Из такой как бы латуни, что-то такого золотого цвета. Есть черные аксессуары, есть настольные зеркала. Вот красоту посмотреть офигенную. Еще и увеличительное зеркало. У них есть светильники, которые со специальной защитой используются в ванной комнате. Это тоже очень часто к зеркалам требуется. Вот еще золото. Вот эта вот коллекция кристалл может украсить вашу ванную комнату возле раковины. Вы сюда можете, это дозатор для мыла, наливать красоту. Ну, в смысле, наливать, собственно, моющее средство. Интерес представляет вот эта полочка. Она выполнена из композитного материала, где вы можете разместить какие-то для вас нужные предметы. Зеркала всевозможные вот эти вот есть, которые крепятся к стене, которые там настольные. И обратите внимание, может быть, имеет смысл заказать вам держатель для туалетной бумаги с полочкой. Сейчас не секрет для всех, что все ходят, извините, в туалет вместе с мобильным телефоном. Поэтому эта важная деталь обязательно не только украсит ваш интерьер, но и сделает, скажем, использование столь интимной зоны более удобной и комфортной. Многие из вас знают наверняка смесители Николацы, как варианты такого классического дизайна. Но они бы работали над тем, чтобы опять уйти в современность. Не опять, а тоже уйти в современность, как и все фабрики по мебели и все прочие. Если вам хочется что-то классическое, самое классическое здесь, например, использование ручек под мрамор. Смесители вы можете любой формы выбрать. И, например, даже вот такой вот как бы золотой. Например, можно взять золотой классической формы дизайн с ручками под мрамор, которые представлены в начале стенда. Вы можете какие-то там более лаконичные классические модельки выбрать. И вот такие даже смешные, интересные, с различными как бы геометрическими рисунками. Как мне сказали, что это в стиле mid-century возможно. Ну, возможно так, возможно эдак что-то интересное и веселое. Что касается еще вариантов разработок, например, такой урбанистический смеситель в розовом цвете. Он смотрится как бы неожиданно нежным, как мне кажется. И вот эти вот смешные сочетания черного с каким-то там мятным цветом. Зеленый смеситель по цвету моего костюма прошлого дня. Всевозможные фиолетовые, оранжевые, желтые. Вот это вот как бы латунь тоже. Вот посмотрите, прям система для ванны с лейкой. Ручной, в таком интересном дизайне. Ну, всевозможные вот эти крестики, нолики, палочки. Посмотрите, какой тоже такой подамериканский дизайн. То есть здесь есть эффект небольшой какого-то такого гламура. И в то же время вот эти лаконичные формы, урбанистические, они делают этот дизайн даже в таком цвете очень современным. Ну, и вы можете поиграться, конечно, с какими-то оранжевыми, черными оттенками. И это будет выглядеть очень весело. Это варианты уличных решений. Если вы живете в теплом климате на юге нашей страны, России, или даже хотя бы вот в нашей холодной погоде у нас в Санкт-Петербурге можно поставить такой уличный душ и наслаждаться. Просто у нас это не так часто используется, поэтому это не так актуально. Но, тем не менее, если вы готовы потратить деньги для того, чтобы хотя бы три раза, три месяца в году пользоваться таким уличным душем, то почему бы не использовать эту идею? И в экспозиции, конечно, представлены все варианты в разных цветах, разные формы. Конечно, дизайнеры компании Джейси работают на славу. Очень красиво оформлены стенды. Это я хочу вам, дорогие дизайнеры, уже показать вариант оформления стендов или тем, кто является поставщиком. Возьмите за основу вот эти решения и можете украсить красиво свой шоу-рум для наших любимых заказчиков. И вот эти души, которые я вам показывала в вариантах разного исполнения цвета, видите, это для воротниковой зоны, это отдельно душ, и он еще с подсветкой, то есть действительно это и выглядит как светильник, и работает как светильник. Сейчас я попробую, надеюсь, на меня вода не польется. Вот смотрите, вот можно, вот я нажимаю на эту кнопочку, я могу менять цвет. Видите, это еще и цветотерапия. А вот это вот можно на эту кнопочку нажать и выключить. Вот смотрите, включить, выключить, включить, выключить. Цвет поменяем для настроения, давайте сейчас найдем. Вот такой вот приятный красный, оранжевый. Оранжевый будет радовать, как апельсинчик. И красиво, конечно, вот эти вот кнопочки все сделаны, управление. И опять же, ручной душ, просто, просто кружочек. Смотрите, еще. Очень много цвета такого терракотового или пудрово-розового, довольно в темном оттенке. Везде действующие вот эти сами души. Вот в зеленом цвете. Посмотрите, как это все радует глаз. И везде, и везде присутствует зелень. В песочных натуральных оттенках. И зеленых. Фабрика богатая, щедрая. Угощает всякими вкусностями, угощениями. Здесь для любителей флоры, без фауны. Здесь элементы, из которых производятся детали сантехнических вот этих всех элементов. В виде вас сделаны. Посмотрим. Вот тут дают попробовать, судя по всему, водичку. Или, по крайней мере, ее можно. Вот. Вот, посмотрите. Раз. И налили воду. Есть какие-то действующие. Всее. Итак. Поехали. Видите. По obrigке, по среду, я использую 150 blindи. И мы оп nation на период. ПрMusic. В czasie, по моей неприки. Вода куда в с Anti my ром to what? Ск Stack. Знаю сказать. Друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. Если было что-то непонятно, задавайте вопросы, я постараюсь на них ответить. Не забывайте про все мои соцсети, имеет смысл подписаться, чтобы быть в курсе всех новых событий. И подпишитесь, естественно, на мой канал, если вы здесь впервые. Ну а сегодня, друзья, всем пока! Что такое? Оп! Мы использовали такие ковры в своем проекте. Этот стол очень удобный, но он как бы ставится намертво. Вместо бра здесь невысокие торшеры. Посмотрите, какая красота! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров. И мы попали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok